Здарова всем! Ну что, у нас очередная история, как разводят на трассах дурачков. Ну и не только дурачков. Короче, со всяким может быть такая ситуация, любой останется дурачком. В таких случаях просто голова перестает работать, просто совсем начинаешь думать о другом. Значит, история такова. Две семьи собрались на юга съездить на своей машине. Семиместная машина. Короче, семья из трех и семья из двух. Пять человек. Значит, поехали на мини-венчике по трассе в сторону юга. Ну, проехав определенное количество километров, короче, пробка. Ну, авария впереди, пробка большая, долго ждать. Ну, тут рядом заправочка. Выходит водитель. Идет, спрашивает, а ну, не подскажете, есть здесь где-нибудь объезд? Участка дороги вот этого вот. Ну, да, здесь есть где-то вот свертка через километров пять будет свертка направо. Ну, и там по проселочной дороге дальше поедете, говорит. Там лесок будет, деревни будут. Ну, где-то километров десять вы выйдете на эту же трассу, просто уже обрезав определенный путь дороги. Ну, короче, едут они. Едут, едут по обочине. Объехали кусочек, доехали до этого перекрестка, вправо все свернули. Едут по проселочной дороге. Впереди лесочек. Через несколько километров, ба-бах, прокол. Колесо. Ну, что делать? Выходит, лесочек прекрасно, грибочки, птички поют. Ну, короче, недолго думаю, заменили, запаска есть. Поменяли колесо, садятся, едут дальше. Время не теряя. Едут, едут, где-то с километр проезжают. Снова, бах, опять застучало все, переднее колесо пробито. Что делать, ебаный ворот? Запаски-то больше нету. Ну, по словам, они знают, что впереди две деревеньки должны быть. Короче, ну, принимает решение один из мужиков, водитель. Что, надо идти в деревню, искать помощь какую-то там, я не знаю, запаску искать или шиномонтаж, что-нибудь такое. Ну, и оставил все, один мужик остался в машине, две бабы, ребенок. Говорит, вы, если что, особо не волнуйтесь, то. Главное, чтобы с вами было все хорошо. Ну, вот, пошел он пешком. Идет, бредет, пусто, пусто, какая-то степь непонятная. Они, кстати, тоже остановились, уже лесок проехали, а остановились в степи, рядом одна сосна только. Вот. Идет, идет, раз, начинаются домики. Домики, домики, все, вроде бы деревенька. Доходит до деревни этой. Ну, что, начинает спрашивать, где, кто там, что там. Где шинку нам найти. Подходит к одной бабке. Бабка отправила к другому детке. Детка говорит, да ну ты что, какая шинка у нас. В деревне тут всего два трактора, блин. И то, который ездит в следующую деревню. На шинку, если что. А так, говорит, это, там вот Михалыч живет через два дома. Подойди к нему, у него вроде бы какие-то колеса там были. Ну, подходит к этому дому мужик. А там жена ему говорит, да ну он пьяный, валяется. Его, короче, не добудиться будет. Ну, что, думает, вышел мужик, такой, голову чешет, что делать. Куда идти дальше. Дальше в следующую деревню пешком или обратно идти. Вообще глухо, глухая деревня. Ну, тут какой-то паренек на задрыпанской жигули, копейки, подъезжает. Такой, ну, че, он, ну, он его, вернее, сам останавливает. Говорит, слушай, ты в какую сторону ешь, он говорит, так вот, в ту еду, ну, как раз где их машина осталась. Слушай, да, довези, у меня там такие проблемы с колесом туда-сюда. А у этой жигули колеса не подходят по-любому к этой машине. Он говорит, ну, ладно, че, довезу, садись. Короче, едут. Едут, едут. Ну, он такой, пытается его разговаривать. Тут такой не очень разговорчивый, молчаливый, глядь. Такой чумазенький. Ну, видно, что деревенский такой паренек. Бабах! Бен скончается. Двигается, двигается, бен закончился. Он такой, ебаный, вручу делать. Этот парень говорит, слушай, у меня тут, это, дядька должен с охоты возвращаться в это время. Ну, через несколько минут он подъедет, я у него бензо солью и заправлюсь и до вас доеду, короче, в эту сторону. А ты пока иди к своим, там успокоиться. Он, да ну че, я посижу, и это подожду еще там несколько минут. Нет, 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 иди, иди. Так надо, говорит. Ну, может быть, подумал, что нежелательно, чтобы дядька видел там посторонних. Короче, он взял и пошел. Ну, идет, идет, идет километр, два такой. Идет, идет, такой смотрит, что-то знакомые места, впереди виднеется лесок, степь, пустыня, там поляна, блин, и сосна. Так же, все, примерно все так же. А машины нету. Он такой, ебаный, урод, а куда делась моя машина с моей семьей. Раз смотрит, на обочине колесо валяется, а на колесе, в колесе записка воткнута. Короче, с этого момента начинается самый трэш, слушайте. Написано там так, с угрозами, что твоя семья у нас. Дай нам 100 тысяч, заплати нам 100 тысяч, номер карты указан банковской. Переводи туда 100 кусков, и мы твою семью не тронем, отпустим, короче. Если куда обратишься, там ментов, пентов, мы твоего ребенка, короче, ну, порешаем. Ну, в таких случаях, блядь, что делать? Мужик, мужика совсем мозги выключились. Побежал обратно в деревню. Побежал и не помнит, как сам добежал, за сколько быстро добежал, короче. Подходит опять этой бабке, бабка, где у вас банкомат? Бабка, ты че, какой банкомат в нашей деревне? Нет, ну, у нас тут банкомат, блядь. Банкомат в следующей деревне, побольше которой. Тот побежал к этому, который пьяный спал, тот уже, блядь, видимо, проспался, очухался, ну, или добудился там бабку, стармошил, что срочно. Короче, мужику говорит, мужик, слушай, бля, вот, просто я тебе даю, вот, 2000, а тут, ну, проехал там немного, просто срочно, срочно нужно доехать до этой деревни, короче, срочно просто нужно, ну, мужику откуда, такие деньги за несколько километров дают. Короче, довозит его, довозит до банкомата, тот, не задумываясь, переводит 100 штук на этот счет. Ну, и такая, ну, и тишина, все, телефон, ничего молчит. И, мужику говорит, ну, че, вези меня обратно, что делать? Ну, тот его повез обратно. Едут, едут, ну, тот начал рассказывать, слушай, может, ты меня докинешь, ну, там, подальше, до поля, у меня там машина сломалась, осталась, короче. Тот говорит, ну, ладно, поехали. Едут, едут, едут 2-3 километра. Он такой, опа, моя машина. Увидал свою машину, такой весь на радостях, бля, наконец-то их отпустили. Он доезжает до них, выбегает, там, обнимает, целует всех, там, вы все живы, здоровы. Те на него вот таким глазами. Че с тобой? Ты где был? Где колесо? Че? Че? Говорит, как че? Что с вами случилось? Они вам ничего его не сделали. Говорит, да ты че? Мы тут все время тут были, нас никто ничего не похищал, все с нами нормально. И тот, короче, взялся за голову. И понял, что его развели, конечно же, таким способом. Ну, мужик еще не уехал. Он спрашивает, слушай, а в чем дело-то? А тот спрашивает, ну, кто тебя вообще сюда привел? Да вот парнишка на копейке. Да ну, говорит, мы его не знаем, тебя просто тупо развели. Он говорит, а как же, мы же с ним ехали, я видел, что машины нет. Так у нас там, говорит, две дороги. Там, говорит, из деревни две дороги. И они вообще идентичны. Пейзаж, что на этой дороге, что на той, все одинаково, говорит. Тебя просто, говорит, мужик кинули, развели. Ну, тот, короче, ну, че делать? Ничего не сделаешь. Попался. Вот так вот, ребята, съездили на юг отдохнуть. Короче, попали на сто штук, блин. Вот такие вот принципы работы мошенников. Сколько таких историй, это просто ужас. Так что будьте в курсе, расскажите друзьям. Можете поделиться этим видео в социальных сетях с друзьями. Потому что, ну, пускай видит, знает, что не бывает такие истории. С каждым, может быть, вдруг че, вот так вот, видите, подкидывают что-то там, чтобы колесо прокололось, чтобы остановились и вот таким способом развести. Ну, на сегодня мы все. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok